Здравствуйте! Новости города на Ивантеевском телевидении. С вами Екатерина Бондрева. Сегодня в выпуске. От минуса к плюсу. Налить на крышах продолжает угрожать безопасности жителей. Профессиональный праздник. Общество чествует воинов Росгвардии. Безопасность во главу угла. Глава Ивантеевки ставит задачи по проверкам. Главные по косточкам. Отделение травматологии ставит на ноги. Об этом и многом другом прямо сейчас. Сегодня в России день траура. Ивантеевка демонстрирует солидарность и скорбь. Мы сопереживаем Кемерову. Жители Ивантеевки собрались в Смоленском храме, чтобы почтить память погибших в трагедии в Кемерове. В церкви идет панихида. Богослужение возглавляет благочинный церкви Ивантеевского округа Протеерей Иоанн Монаршик. По официальным данным, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек. Среди жертв пожара 41 ребенок. Такие данные привел сегодня заместитель главы МЧС России Владлен Аксенов. На сегодня опознаны 27 человек. Прошли первые похороны. Власти заявили, что не располагают информации о безвести пропавших. Трагедию в Кемерове расследуют 104 криминалиста-исследователя. Безопасность, добродел, спорт. Эти темы стали главными на традиционной планерке в администрации. Сегодня активно проводятся мероприятия, рейды для того, чтобы убедиться в защищенности людей, которые посещают торговые центры, кинотеатры, залы. Заседание правительства, трансляция которого предваряет городскую планерку, начинается с вопросов безопасности. Эта же тема встает во главу угла и в Ивантеевке. По проверке всех мест массового пребывания с точки зрения безопасности, с точки зрения вот этой проблемы, если она есть, закрытых входов, по которым говорят о различных инструкциях МВД и пожарной безопасности. Алексей Александрович, вас прошу провести работу, все, что касается детских садов и школ. Проведите учения. Прошу проверить, также провести работу в нашей больнице. Точно так же проверить эвакуацию, проверить пожарную сигнализацию, проверить, чтобы все пути эвакуации у вас были свободны и доступны для эвакуации людей. По традиции, сегодня анализируют жалобы на портал Добродел. За минувшую неделю их стало на треть меньше, по сравнению с предыдущим периодом – 213. Выросло количество обращений по строительству, безнадзорным животным, общественному транспорту. Уменьшилось количество жалоб на МФЦ, дворы и дома. Но пальму первенства по-прежнему держат жалобы на плохую чистку территорий от снега и наледи. И по-прежнему в лидерах жалобы на освещение. Дмитрий Ченихин, заместитель главы администрации, докладывает, что восстановлено освещение на Рощинской задорожной. Несколько дворов Ивантеевки будут освещены по областной программе «Светлый город». И пять участков электроосвещения нужно взять на городской баланс. Ольга Кригман, начальник управления развития отрасли и социальной сферы, познакомила с предстоящими мероприятиями по созданию спортивной школы. Школы достижений, в которую планируют перевести ряд спортивных направлений. Елена Ковалева поручает управляющим компаниям и руководителям учреждений обратить внимание на крыши. Проведите работу, посмотрите, что происходит на крышах, чтобы не было сосулек, наледей, и чтобы мы безопасно этот период сложный, период таяния прошли. Глава города напоминает о ближайших важных мероприятиях, подготовка к которым должна быть начата. День труда, который пройдет 19 апреля и 9 мая. В подмосковном главке Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и зарухнувшей на нее глыбы снега в Подольске. Погодные кульбиты продолжают наносить удары. Общественная палата Ивантеевки и Ассоциация председателей советов многоквартирных домов провели очередной рейд – ледниковый период, чтобы проверить, насколько высока угроза для жителей нашего города. Скачки температур от минуса к плюсу и обратно сделали свое скользкое дело. Потаявший снег сползает с кровли дома по хлебозаводской и нависает угрозой над безопасностью жителей. Часть отбили, а вот с этой стороны не до конца отбили. Ответственность за содержание домов и уборку общего имущества несут управляющие компании. Справедливости ради стоит отметить, что кровли от снега в Ивантеевке регулярно очищаются. Сегодня общественники объезжают несколько адресов. Помимо хлебозаводской осматривают дома на Первомайской. С прошлого рейда все замечания управляющая компания устранила. По предыдущим рейдам мы даже с вами проехали, сегодня увидели, что управляющие компании после наших обходов еженебных, еженедельных, они увидели и сбивали наледь. После нашего рейда мы обязательно направим обращение управляющей компании, для того, чтобы они могли убрать сосульки, убрать наледь, которая уже, как мы видим, после оттепели сходится с крыши. Много жалоб поступают с улицы Победы в районе четвертого дома. Там находится магазин одной из торговой сети. Житель возмущает не только то, что прилегающая территория не очищается от снега, но и в принципе не убирается. По информации общественников, в Госадмтехнадзор уже обратились несколько человек по поводу данного участка. С начала года магазины, отделение банка и салон сотового оператора, расположенные на первом этаже этого дома, были уже оштрафованы за ненадлежащее состояние прилегающей территории. Угроза под ногами. Самый скользкий зимний-весенний сезон добавляет работы травматологам города. Это в условиях сокращения коечного фонда, вызванного ремонтом хирургического корпуса Центральной городской больницы. Рассказ об отделении травматологии Ивантеевской ЦГБ продолжает наш выпуск. Хорошо садимся, ножки развегаем вот так вот. Галина Петровна учится заново вставать. Подскользнулась, когда пошла в магазин. В итоге – перелом шейки бедра, позади операция и неделя в травматологии. Не дай бог сюда попадать. Лечит прекрасно. Все внимательные, медсёстры, санитарки, все. Внимательные и опытные. Трудовой стаж Валентины Лаптевой, например, инструктора ЛФК, 48 лет. Из них 30 в нашей больнице. Через боль поднимать их нельзя. Нужно потихонечку, потихонечку, полегонечку, с уговорами, особенно бабушек. Ежегодно более восьми сотен ивантеевцев проходят лечение в травматологии. В прошлом году было проведено 236 остеосинтезов – операций соединения от ломков костей. Все врачи-травматологи – оперирующие. Здесь работают профессиональные люди. Причем с огромным не только медицинским, но именно хирургическим травматолого-ротопедическим стажем. Более 15-20 лет. И доктор Борзов, и доктор Хоба, доктор Арямкин. Геннадий Гордеев возглавил отделение 3,5 года назад. Кандидат медицинских наук. До Ивантеевки трудился в 7-й градской больнице, где лечили многочисленных пациентов, пострадавших в том числе во время терактов. Любовь к профессии – со школьной скамьи. Хирургия эффектус, интер омнес медицина партес, эвидентиссимус эст. То есть эффект от хирургического лечения среди прочих отраслей медицины, он самый заметный. У населения лидируют черепно-мозговые травмы легкой и средней тяжести. Врачи ведут и первичный прием жителей по обращению в приемный покой. У меня вот первый раз здесь я сломала ногу, пластинку поставили. Второй раз я на эту же ногу сломала, только повыше. И мне вот второй раз оперировали. Просто я просто в восторге. Очень хорошее отношение, внимательное. Видите, все болячки пытаются исправить. И хотелось только пожелать, чтобы в наших больницах, так же как в Москве, как можно больше использовали новшеств, различных медицинских открытий. В отделении 56 коек. В условиях ремонта их число снижено до 37. Помощь вантеевцам оказывается в полном объеме. Надолечивание травматологических пациентов переводят на дневной стационар. За год 2000 ДТП с наездами на пешеходов. Из них 256 – дети. Подмосковная статистика аварии с участием детей не утешает. Почти 70% пострадавших несовершеннолетних в момент происшествия находились на дороге без взрослых. Сегодня в завершении выпуска новостей смотрите рубрику «Актуальное интервью». Заведующий отделением травматологии городской больницы Геннадий Гордеев расскажет о создании травмоцентров в Подмосковье и методах лечения пациентов. Администрация Ивантеевки призывает выбрать одну из двух общественных территорий для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов по благоустройству. Речь идет о сквере за КДЦ Первомайский и сквере на Центральном. Планируется, что благоустроены в этом году будут обе территории. Но для подачи заявки на конкурс требуется выбрать одну. На обсуждение вынесены два проекта. Первый предполагает обновление сквера за КДЦ Первомайский. Здесь будет создан амфитеатр, как центр для представлений свободного отдыха и прогулок. Расходящиеся дорожки-лучи – будущие площадки для арт-объектов, подпорные стенки для газона, холсты для граффити и стрит-арта. Другой проект на рассмотрение сквер на Центральном проезде. Концепция опирается на определяющие архитектурные и культурные особенности Ивантеевки. В качестве основных идей – краеведческий музей, мельница, суконное производство, мультипликаторы. Предполагается новый тип мощения в виде своеобразных нитей. Освещение и озеленение входят в обе концепции. Горожанам предлагают выбрать один из двух проектов. Концепция, набравшая больше голосов, будет участвовать в общероссийском конкурсе «Создание комфортной городской среды в малых городах». При этом благоустраиваться будут оба сквера в этом году, обещает городское руководство. Ивантеевцев просит направлять информацию о своем выборе на электронную почту archi.ivanteevka.ru с пометкой «Всероссийский конкурс лучших проектов» до 29 марта 2018 года. 27 марта – день войск Национальной гвардии России. Праздник молодой, так как и сама Росгвардия, образованная из внутренних войск два года назад указом президента. Подмосковная дивизия Держинского знакома нашим жителям. Бойцы обеспечивали охрану правопорядка во время выборов массовых мероприятий. С профессиональным праздником Держинцев поздравила глава Ивантеевки Елена Ковалева. На своем более чем двухвековом пути внутренняя стража, внутренние войска, а сегодня войска Национальной гвардии остаются одним из самых надежных оплотов государства. Военнослужащие принимают поздравления с профессиональным праздником и награды за ратный труд. Дивизия Держинского – старейшее в войсках Национальной гвардии подразделение. Воевали с басмачеством, бросали к подножию мавзолея фашистские штандарты, ликвидировали последствия землетрясений в Ташкенте и Спитаке, аварии в Чернобыле, гасили пламя межнациональных конфликтов, обеспечивали порядок во время Олимпиады-80. Два года как в войсках Национальной гвардии в новой структуре. Все задачи, которые ставятся главкомом, президентом, дивизия всегда выполняют на оценку отлично. С Ивантеевкой дивизию связывают давние теплые отношения. Сегодня мы должны были выразить наши слова уважения тем заслуженным боевым офицерам, которые рискуют своей жизнью ради спокойствия нашей страны. Российская гвардия охраняет порядок на территории всей Московской области. Не исключением стали и прошедшие события выборов. Мы видели с вами показательное выступление группы ОМОНа на нашей пешеходной зоне «Выходи гулять». Андрей Морозов, заместитель главы администрации Вантеевки, отслужил в дивизии 10 лет. Награжден медалью Суворова. Всегда приезжает сюда с чувством радости и уважения. Порядочность, честность, честь и дружба. Сейчас держинцы готовятся обеспечивать безопасность и правопорядок на чемпионате мира по футболу. Новости политической жизни. На заседании Политсовета «Единой России» проанализировали итоги выборов и пополнили партийные ряды. Единороссы довольны итогами выборов по Ивантеевке. Партия власти сделала все для того, чтобы максимальное число ивантеевских избирателей пришло на участки. И поддержку действующему президенту наш город оказал существенную. Но расслабляться нельзя. 9 сентября предстоит выбирать губернатора. Единороссы решают провести акцию «Мой подарок ветерану», объявив конкурс открыток и привлекая волонтеров и школьников. Также сегодня 18 человек, сотрудников ивантеевских предприятий и учреждений, пополняют партийные ряды. Продолжается Великий пост. День православной книги собрал верующих Ивантеевки на книжную выставку в Центр культуры и искусств имени Кекушева. День православной книги проходит в Ивантеевке в пятый раз при поддержке благочинного церкви Ивантеевского округа Протеерея Иоанна Монаршика и участии Свято-Алексеевской пустыни. Ваш благочинный, очень интересный и очень содержательный человек, пастырь хороший, духовник. Такой консолидации и молодежи, и ветеранов, которые присутствуют на этих мероприятиях, мы давно уже не видели. В самой обители семь библиотек. В одной из них фундаментальный – 350 тысяч томов. При чтении духовной литературы проходят даже трапезы. Чтец стоит посередине трапезы и читает прославную литературу. Такое число, как будто ты попадаешь на небо или летаешь в облаках, не знаю. Духовное чтение, как и песнопение – неотъемлемая часть жизни православного человека. Сегодня рассказывают историю рождения первых книг. Именно с этой целью – популяризации духовной литературы – и был 9 лет назад в России установлен этот день. Апостол Павел говорит, что грех заставил писать книгу, потому что люди стали мало жить, и поэтому, чтобы до конца не развратились, Господь и повелел Моисею, и даже дал ему скрыжали закона, и повелел ему написать эти 5 книг Библии. Под зрительские аплодисменты проходит весь концерт, подготовленный силами воспитанников Свято-Алексеевской пустыни. Сегодня с собой заберут они и благотворительную помощь, собранную ивантеевцами. При монастыре воспитывается более 300 сирот. Мы в объявлениях не писали сначала о том, что организуется сбор помощи, но люди сами звонили, сами приходят, и сегодня собрали очень много и продуктов, и одежды. То есть традиция прижилась. Нам вера дает в дальнейшую спасение, чтобы мы смогли попасть в рай. Ну, конечно, многие не верят в это, но когда умрут, поверят. В течение всего праздника проходил избор духовной литературы, которую жители могли пожертвовать на родину героя Великой Отечественной войны Михаила Толмачева. Всего собрано более 80 православных книг. На этом у меня все новости на сегодня. Завершает наш выпуск рубрика «Актуальный комментарий» заведующий травматологическим отделением Ивантеевской центральной городской больницы Геннадий Гордеев с призывом обратить внимание на дорожно-транспортный травматизм. А я, Екатерина Бондарева, на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго, берегите близких. Процессы урбанизации в развитых и развивающихся странах мира привели к неуклонному росту дорожно-транспортных происшествий, проблеме повышения качества оказания помощи пострадавшим с высокоэнергетическими повреждениями, но в частности после автоаварий, то есть сбитыми автомобилями, или находящимися за рулем, или пассажирами в автотранспорте, уделено было очень-очень серьезное внимание. Была принята государственная программа и издан приказ 995-й Министерства здравоохранения о создании травматологических центров на территории Московской области. Вот на нашей федеральной трассе М8 Москва-Холмогоры или Ярославское шоссе в Пушкино-Сергиево-Посадье и Увантеевке тоже были организованы травмоцентры. В нашем городе травмоцентры третьего уровня, в Пушкинской ЦРБ имени Розанова и в Сергиево-Посадской ЦРБ травмоцентры уровня второго. Для чего это вообще все было сделано? По той простой причине, что рост дорожно-транспортного травматизма в Европе на территории России превысил 2 миллиона случаев и в этих вот автоавариях погибло 2,5 миллиона человек. Однако из них, вот из тех вернее кто выжил, без срочной инвалидизации подверглись 250 тысяч человек. Таким образом проблема вот этого ДТП травматизма стала не только медицинской. Почему? Потому что лечение высокоэнергетических травм, чаще сопряженных с повреждением мозга, повреждением органов груди, органов живота, то есть травмы сочетанные или множественные, требуют значительных материальных затрат, собственно, врачебных, медицинских, ну а также учитывая то, что в этих травмах страдают люди в основном молодого возраста, репродуктивные, социально активные, то на первый план здесь выходит еще аспект медико-социальный. Что в данном конкретном случае можно сделать? Ну помимо оснащения, улучшения и повышения качества, собственно, вот этой медицинской услуги, оснащения, я имею в виду травмоцентров и вообще больниц как таковых, я считаю, что основа все-таки в профилактике, в предупреждении, в том числе соблюдении правил дорожного движения. Вот я хочу обратиться, ну, наверное, с пожеланием снова и снова привлечь внимание детишек своих, да и не только, кстати, детишек, не грех и взрослым на это обратить внимание. Переходя дорогу, необходимо посмотреть сначала налево, дойти до середины, потом направо и уже потом перейти. И помнить о том, что находясь на пешеходном переходе, надо тоже, в общем-то, быть очень внимательным. Представьте себе на один момент, автомобиль, движущийся со скоростью, разрешенной скоростью 36 км в час, за одну секунду проезжает 10 метров. То есть, если оценить расстояние до движущейся машины где-то метров в 20, можно успеть сделать шага 2-3. И здравствуйте травматологи в Антеевской больнице. Это в лучшем случае. Еще раз прошу и вот настаиваю, глубоко уважаемые родители, детей, направляю в школы, на какие-то спортивные мероприятия, на стадионы. Напоминайте им еще раз, что переходя улицу, надо телефон положить в карман, вынуть наушники и быть крайне внимательным. Тогда все будет хорошо. Продолжение следует...